Приветствую всех! 21.00 в столице Украины. Начинаем обзор главных новостей сегодняшнего дня в программе «Наше время». И в этом выпуске основные сюжеты о таком. От финансовой поддержки к совместному производству. Германия откроет совместное военное производство в Украине. Какие планы сотрудничества с ФРГ? После недели временного гуманитарного перемирия группировка «Хамас» вчера решила разорвать его. Что ждет заложников, которых удерживают террористы? «Хамас» нарушил перемирие, не осуществив план по освобождению похищенных заложников и обстреляв ракетами территорию государства Израиль. На Запорожской атомной электростанции случился полный блэкаут. Станция перешла на питание от дизель-генераторов. Как это может повлиять на радиационную безопасность? В России начались облавы на гей-клубы. Что теперь ждет представителей ЛГБТ-сообщества, живущих в стране? Кошмар. Но все давно к этому шло. Это было очевидно, что Россия идет по этому пути тоталитаризма и, не побоюсь этого слова, фашизма. ЛГБТ-сообщества ФРГ подготовили вторую группу украинских военных для работы с зенитно-ракетным комплексом «Патриот». Об этом сообщил глава командования миссии ЕС по обучению военнослужащих ВСУ Андриас Марлов. Обучение прошли 70 украинских солдат и офицеров. Курс подготовки длился более шести недель на одной из баз военно-воздушных сил в Германии. По словам Марлова, достигнут такой уровень компетенции персонала, который позволит украинским защитникам самостоятельно работать с этим комплексом ПВО и выполнять боевые задачи. Решающим фактором в подготовке является мотивация и готовность к действиям. Другой нюанс это то, что мы, конечно, получили много тактических советов от украинцев о том, чему они научились в ходе боев с россиянами. Начиная от пехоты и заканчивая инженерными войсками и противовоздушной обороной. На основе этой информации Бундесвер пересматривает собственные оперативные принципы. Андрей Асмарлов, глава командования миссии ЕС по обучению военнослужащих ВСУ, генерал-лейтенант из интервью Deutsche Welle. Ну а немецкий оружейный концерн Ryan Metal планирует запустить производство своей бронетехники на территории Украины уже в следующем году. Об этом заявил генеральный директор компании. По словам Армина Паппергера, он рассчитывает на подписание контракта с Украиной об изготовлении БТР Фашч и, наверное, и новейшей БМП Линкс уже в начале 2024 года. Если это произойдет, первые БТРы сойдут с конвейера уже в течение 6-7 месяцев, а БМП – 12-13. При этом Паппергер хочет передать Украине новейшие боевые машины гораздо раньше. Первые 10 бронемашин Линкс уже изготавливаются в Германии и Венгрии в совместном производстве между нами и Украиной. После фазы наращивания мы быстро сможем производить значительное количество этих транспортных средств полностью в Украине. Армин Паппергер, генеральный директор концерна «Райн Мэттл». В интервью немецкому журналу «Виртшафтсвохе». Прямо сейчас мы можем обратиться к ситуации на фронте от генерального штаба ВСУ. Подробная сводка о ситуации на поле боя в Украине. Силы обороны Украины удерживают позиции на левобережье Днепра в Херсонской области и продолжают наносить огневое поражение российским оккупантам, сообщает в вечерней сводке Генштаб вооруженных сил Украины. На Купинском направлении украинские войска успешно отразили атаки россиян в районе Синьковки, Петропавловки и Ивановки Харьковской области. Противник также совершал наступательные действия в районах Клещевки, Андреевки, Старомайорского, Новобахмутовки и Авдеевки Донецкой области. Силы обороны отразили все атаки россиян. Каждый день у них сегодня на линии фронта больше тысячи потерь. Из них подавляющее большинство это все-таки на Авдеевском направлении. Что такое больше тысячи? Это один батальон в день. Ну то есть это пару дней и бригада все. Это серьезные потери даже для России с ее мобилизационными возможностями. Тем более мы должны помнить, что они войска свои для усиления атак на Авдеевку подтягивают не с тыла, а перемещают вдоль линии фронта по так званым ракатным дорогам вдоль линии фронта. И это означает, что они где-то ослабляют. И мы это знаем, и мы этим обязательно воспользуемся. На Бахмутском направлении боевые действия идут на двух флангах. Наши военные в активной обороне и при каждом удобном случае переходят к атакующим действиям и улучшают тактическое положение. Сейчас российские войска пытаются отбить утраченные позиции, но успеха не имеют. Владимир Фитё, начальник службы по связям с общественностью сухопутных войск БСУ. В эфире марафона «Едыни-Нубы». Всего за сутки на передовой произошло 69 боевых столкновений. А во временно оккупированном Мелитополе силы украинского сопротивления ликвидировали несколько захватчиков и уничтожили топливозаправщик. На въезде во временно оккупированный Мелитополь. Акция «Мести врагам» состоялась на проспекте Богдана Хмельницкого, 115, где московские оккупанты любили делать привалы наперекур. Главное управление разведки Министерства обороны Украины и отважные украинские партизаны напоминают – курение убивает. И сообщение главного управления разведки Министерства обороны Украины. Общие же потери российской армии с 24 февраля прошлого года уже превысили 331 тысячу человек. За сутки были ликвидированы 1070 военных, уничтожены 7 танков, 10 артиллерийских систем, 13 боевых бронированных машин и десятки другой техники россиян. В вечернем обращении президент Украины поблагодарил Германию за помощь. Я особенно благодарен за четкое выполнение договоренностей по ПВО для Украины относительно усиления нашего воздушного счета. Это спасение тысяч украинских жизней. Реально сильный результат нашего двустороннего сотрудничества с канцлером Шольцем, со всеми в Германии, кто поддерживает защиту жизни и верховенства международного права. Есть и очередной оборонный пакет. В частности, это очень нужные снаряды для артиллерии. Калибр 155. Спасибо, Олаф. Украина точно не проиграла. Украинский народ и дальше будет жить в своем суверенном государстве. Об этом заявил при руководителе Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он добавил, что даже российское руководство, пусть своим извращенным способом, признало героическое сопротивление украинцев и доблесть сил обороны. Безусловно, без системной и длительной помощи мирового сообщества это было бы вряд ли возможно. Эта поддержка не просто есть, она растет, несмотря на перипетии политических процессов в ряде стран. Шаг за шагом мы продвигаемся к глобальному саммиту мира, собранию лидеров мира, преданных скорейшему достижению справедливого, длительного и всеобъемлющего мира. И мы верим, что этот саммит состоится уже скоро. Андрей Ермак, руководитель Офиса президента Украины, статья для Украинформа. Продолжаем следить за развитием ситуации на Ближнем Востоке. Находившаяся в Катаре переговорная группа Израиля получила приказ вернуться домой. Переговоры о продлении перемирия с Хамас зашли в тупик. Об этом сообщает издание The Times of Israel. Хамас не выполнил своих обязательств в соответствии с соглашением, которое предосматривало освобождение всех женщин и детей, которые были в списке, предоставленным боевикам. Подробнее о ситуации в Израиле далее в нашем материале. На видео видно работу железного купола Израиля. Так, в 5.43 утра в пятницу Хамас выпустил первую ракету из сектора газа и этим нарушил режим прекращения огня. После чего Израиль возобновил военную операцию в Газе. Представитель Цахала в своей речи обвинил лидера Хамас, Яхью Синвара, в том, что он решил нарушить перемирие, зная, какие будут последствия. Хамас нарушил перемирие, не осуществив план по освобождению похищенных заложников и обстреляв ракетами территорию государства Израиль. Хамас по-прежнему жестко удерживает 136 заложников, в том числе 17 женщин и детей, которые были безжалостно похищены из своих домов. Временный режим прекращения огня действовал с 24 ноября. По условиям сделки за это время Хамас и Израиль проводили обмены пленными. Помимо освобождения заложников, условия временного перемирия предполагали приостановку полетов израильской авиации над сектором Газа. Ежедневный пропуск во все районы сектора 200 грузовиков с гуманитарной помощью и медикаментами, а также 4 грузовиков с топливом. После недели временного гуманитарного перемирия движение Хамас вчера решило разорвать это перемирие. Хамас отказался освободить больше похищенных израильских женщин и детей, вопреки своим обязательствам перед посредниками. У этого решения есть название. И это лидер Хамас в секторе Газа Яхья Синвар. Он тот, кто предпочитает продолжать пытки наших заложников и держать их в негуманных условиях в нарушении любых международных норм или религиозной морали. Его это совершенно не волнует. После прекращения перемирия израильские военные нанесли удары по объектам инфраструктуры террористов в секторе Газа. Кроме того, Цахал ликвидировал ряд террористических ячеек, в частности, более 10 боевиков. Также в ходе совместных наземных и воздушных операций силы Цахал сорвали деятельность двух террористических ячеек, которые выпустили минометные снаряды в сторону войск Цахал в секторе Газа. Поскольку мы сейчас приступаем к разгрому Хамас, мы параллельно будем продолжать оказывать гуманитарную поддержку народу Газы. И это часть нашего кредо. Это часть нашей стратегической цели. Мы еще раз будем делать все возможное, чтобы уберечь жителей Газы от перекрестного огня. Тем временем Румыния получила информацию от израильской стороны о гибели одного из заложников. Он имел двойное гражданство – Израиля и Румынии. Боевики Хамас удерживали его в секторе Газа. Президент Финляндии Саули Ниинистю считает, что содействие России в прибытии на финскую границу искателей и убежища является не так операцией против Финляндии, как частью более широкого контекста. Он напомнил, что ранее с похожей гибридной операцией столкнулись Латвия, Литва и Польша. Действие России против Финляндии – это не что-то отдельное от общего контекста. В России ведется война пропаганды. Россия задалась целью создать смятение на Западе. Использование миграции как инструмента давления вызывает эмоции не только в Финляндии, но и на европейском уровне. И это может оказаться дополнительным стимулом продолжать поддерживать Украину. Саули Ниинистю. Президент Финляндии. В эфире Илья. Пример-министр Эстонии Кая Калас заявила, что получение российского гражданства угрожает безопасности Эстонии. Она также поддержала дискуссии о возможности депортации тех, кто получит российское гражданство. Калас напомнила, что Российская Федерация нарушила все принципы международного права и признана страной, поддерживающей терроризм. По ее мнению, если человек, который долгое время проживал в Эстонии, со свободным доступом к информации сейчас понимает, принимает гражданство России, это сигнал, который невозможно игнорировать. А решение получить российское гражданство должно было бы расследоваться как заявление о поддержке террористической деятельности Российской Федерации и ее действий, направленных против Эстонии и других государств Запада. В России продолжают воевать с собственными гражданами. В России начались облавы на гей-клубы. В ночь на 2 декабря силовики пришли с рейдами в несколько московских заведений под предлогом поиска наркотиков. У посетителей гей-клубов и баров проверяли документы и записывали данные паспортов, а также фотографировали их, сообщают российские СМИ. Рейды силовиков прошли менее чем через 48 часов после того, как Верховный суд удовлетворил иск Минюста о признании экстремистской организации и изобретия международного общественного движения ЛГБТ. Поскольку такого движения не существует, неясно каких организаций и как именно коснется запрет на его деятельность. Некоторые юристы не исключают риск для профильных правозащитных организаций, посетителей ЛГБТ-клубов. А высказываются опасения и насчет ЛГБТ-персон, просто живущих в России. Что же теперь ждет на практике представителей ЛГБТ, живущих в России? Какова реакция в Российской Федерации и в мире на такое решение российской эфемиды? Расскажем далее в сюжете. Павел и Евгений поженились в Дании в 2018 году. Там однополые браки разрешены. После молодожены приехали в Москву и поставили печать о браке. Но радовались они недолго. Формально такой брак в Российской Федерации разрешен. А по факту к ним в этот же день домой пришла полиция и забрала паспорта. Молодые были вынуждены выехать из России в Европу. Как говорится, Россия только для гетеросексуальных россиян. Если бы Павел и Евгений попытались поставить штампы сейчас, то за это попали бы в тюрьму. Верховный суд Российской Федерации запретил несуществующее ЛГБТ-движение в России. Якобы решение Верховного суда необходимо для соблюдения запрета агрессивной ЛГБТ-пропаганды. Рекламы и вовлечения новых членов. Павел со своим партнером в счастливом браке живет уже 5 лет в Нидерландах. И решение Верховного суда Российской Федерации его никак не удивило. Кошмар. Но все давно к этому шло. Это было очевидно, что Россия идет по этому пути тоталитаризма и, не побоюсь этого слова, фашизма, когда определенную группу людей могут так просто признать экстремистами, неугодными. Значки на одежде, парады, шествия, тематические вечеринки, поцелуй друга одного пола или флаг с изображением радуги в руках, например, на Красной площади. Получай 12 лет строгача. Репрессии и шантаж. Силовики теперь могут как угодно интерпретировать решение Верховного суда в борьбе с секс-меньшинствами. Хотя многие, кто кричит про борьбу против ЛГБТ с экранов ТВ, сами являются активными представителями, но не на камеру. Решение суда о запрете ЛГБТ-движения будет действовать исключительно против тех активистов, которые выступают против войны, против действующей власти. Понятно, что кремлевский пропагандист Антон Красовский экстремистом признан не будет. Вся пропаганда на этом построена, на том, что есть проклятое разложение Запада. Это же в рамках их не скреп, что самое пикантное и смешное, что один из главных пропагандистов России Красовский является открытым геем. Организация Объединенных наций осудила решение Верховного суда Российской Федерации. Мы сожалеем о решении Верховного суда Российской Федерации заклеймить международное ЛГБТ-движение как экстремистское. Никто не должен быть заключен в тюрьму за правозащитную деятельность или лишен прав человека на основании своей сексуальной ориентации или гендерной идентичности. Дочь главного пропагандиста Российской Федерации Владимира Соловьева также не поддержала такое решение суда в своих социальных сетях. Несуществующие безобидные организации признаем экстремистскими, а Хамасу устраиваем приемы в Кремле. Даже Оруэлла бы уже стошнила от перенасыщения. Напоминаю, что за домашнее насилие у нас все еще просто штрафы. Павел и Евгений поняли, что власть настроена гнобить до последнего людей с нетрадиционной ориентацией в тот момент, когда пять лет назад к ним в московскую квартиру ворвалась полиция и забрала паспорта граждан Российской Федерации. Теперь они спокойно живут в Нидерландах. Тем временем, как многие другие россияне, имеющие однополые сексуальные предпочтения, теперь вынуждены покинуть страну, так как гомофобия становится чуть ли не главной из скреп, которые объединяют Российскую Федерацию. Блэкаут на Запорожской атомной электростанции. Во время воздушной тревоги на Запорожской электростанции произошел обрыв линии электропередачи, через которую станция получала питание от украинской энергосистемы, сообщает Энергоатом. Это может повлиять на радиационную безопасность. В связи с полным блэкаутом, ЗАЭС перешла на питание собственных нужд от дизель-генераторов. По данным Украэнерго, в автоматическом режиме включились все 20 дизель-генераторов восемь из которых позже были оставлены в работе. Наибольшая угроза безопасности в таком состоянии существует на четвертом энергоблоке. Она вызвана тем, что оккупанты использовали его с нарушением условий лицензии на эксплуатацию реакторных установок АЭС украинского регулятора и держали в горячем состоянии. Обесточивание главных циркуляционных насосов, охлаждающих активную зону, приводит к переходу реакторной установки в режим естественной циркуляции. Такой режим тяжелый для реакторной установки. Его продолжительность ограничена проектом. И он может привести к отказу основного оборудования энергоблока. Блок требует срочного перевода в холодное состояние. Из сообщения Энергоатома в Телеграм. На обесточивание Запорожской атомной электростанции отреагировали в Международном агентстве по атомной энергии. Там призвали не ставить станцию под угрозу. Генеральный директор организации Рафаэль Гросси отметил, что МАГАТЭ продолжит делать все возможное, чтобы предотвратить ядерную аварию. Последнее отключение внешнего электроснабжения является еще одним напоминанием о ненадежной ситуации с ядерной безопасностью и безопасностью на станции, на которую могут повлиять события вдали от самой площадки. Рафаэль Гросси, генеральный директор МАГАТЭ. Решение Кремля увеличить численность российской армии, которая не имеет достижений на фронте, является очередной попыткой Путина достичь своих целей за счет человеческого ресурса. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге в Вашингтоне. Напомню, накануне глава Кремля подписал указ об увеличении штатной численности армии Российской Федерации почти на 170 тысяч человек. Здесь нет сомнений, что Путин буквально разбрасывается человеческим мясом, чтобы попытаться удержать территорию, которую незаконно оккупировал в Украине, а также попытаться захватить еще больше. Это лишь подчеркивает трудности, с которыми россияне сталкиваются в Украине и в дальнейшем будут сталкиваться. Поэтому наша настоятельная рекомендация Путину заключалась бы в том, чтобы он отказался от этого и вообще вышел из Украины. И тогда ему не придется беспокоиться об увеличении своего войска. Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США. Беларусь продолжила совместные военные учения с Россией. Об этом сообщает мониторинговая группа «Белорусский Гаюн». Маневры проходят непрерывно с 29 апреля прошлого года. Теперь их общая продолжительность составит 84 недели. Напомню, в начале полномасштабного вторжения российские захватчики атаковали Украину, в том числе и с территории Беларуси. Тогда Россия оккупировала часть Киевской и Черниговской областей, которые граничат с Беларусью. Позже украинские защитники освободили эти территории и отбросили армию Российской Федерации до белорусской границы. Россия потратила на восстановление временно оккупированных территорий Украины 1,7 триллиона рублей из государственного бюджета. Об этом на встрече с Владимиром Путиным заявил директор Федеральной службы Российской Федерации по финансовому мониторингу. На его слова обратило внимание издание агентства. Из этой цифры они сделали вывод о засекреченных расходах в этих регионах. Открытые траты на содержание этих территорий гораздо меньше. И если предположить, что речь шла о расходах в 2023 году, то засекреченная часть в три раза больше открытой. А если в 2024 год, то более чем в два раза, отмечает издание. Кроме этого, траты на временно оккупированные регионы превышают все расходы федерального бюджета Российской Федерации на образование или на здравоохранение. При том, что они не имеют никакого смысла, так как Украина не остановится, пока не вернет все оккупированные России территории. Но часть россиян рискуют оказаться фактически в долговой яме. Следует из данных Центробанка, который давно предупреждает о растущей закредитованности населения. Кредитование растет за счет уже закредитованных граждан. Доля заемщиков, имеющих три кредита и более, в портфеле потребительских кредитов увеличилась до 47%. Подробнее в нашем сюжете. Жить в кредит – обыденность для россиян. Сейчас бедных где-то 50%, нищих 12-13%. Директор Департамента финансовой стабильности Российского Центробанка Елизавета Данилова сообщила, что доля должников, имеющих по три и более кредита, увеличилась почти до 50% от всех заемщиков. Нас беспокоит, что кредитование растет за счет уже закредитованных граждан. Доля заемщиков, имеющих три кредита и более, в портфеле потребительских кредитов увеличилась до 47% на 1 июля. Население берет кредиты, чтобы прокормить себя и оплатить старые долги. Безумная у многих кредитная нагрузка. И, как вы понимаете, четвертый и пятый кредит берутся на оплату трех. Издание «Известия» сообщает, что более 21 миллиона человек стали неплательщиками по кредитам. А общая сумма их долгов на конец сентября увеличилась почти до трех триллионов рублей. В Федеральной службе судебных приставов объясняют, почему население не может платить. Принудительное погашение займов затрудняет низкая платежеспособность граждан задолженностью по налогам, оплате услуг ЖКХ и в целом их закредитованность. Количество должников, которые должны отдавать больше 80% от своего ежемесячного дохода на погашение кредита, с начала войны стремительно растет. За два года доля кредитов, предоставленных заемщикам с показателем долговой нагрузки, ПДН, выше 80%, выросла почти в два раза и приблизилась к 50%. Такая колоссальная долговая нагрузка, как 80 и более процентов, но это уже преддефолтное состояние. Допустим, на Западе таких бы людей уже не аккредитовали. Ситуация настолько плачевная, что за одну только коммуналку в России насчитали 8 миллионов должников. И это только те, против кого уже было открыто судебное производство. За три года у нас экономика будет уничтожена, потому что она поставлена в такие условия, что выжить ей просто невозможно. Зарубежные кредиты взять нельзя, санкции. Свои кредиты из-за высокой ключевой ставки взять невозможно. Собственных средств у большинства предприятий нет. А бюджетные ассигнования сокращаются тоже на национальную экономику. А как же тогда выходить из этого положения, если вот ключевая ставка высокая, и в этом году ее сколько не повышали, вместе с ней повышается инфляция. То есть она ее не гасит, а наоборот разгоняет. И ведь в следующем году станет еще хуже. Коммуналка подорожает на 10 процентов. Но россияне видят, что на самом деле происходит с ценами. По оценкам экономистов, реальная инфляция в России на уровне около 20 процентов. А когда мы берем данные независимых исследователей, то там речь идет о том, что с января там рост цен в России более 18 процентов. Где-то 20 процентов. Вот это, так сказать, реальная картина. Что ждет российскую экономику, если количество должников будет расти в таком же темпе, что и с начала вторжения, отвечает эксперт. У них есть институт банкротства. Будут у людей забирать все, что есть. А потом можно будет начинать жизнь по-новому. Вот так и становятся бомжами бездомными. Надеяться на помощь или спасение со стороны при путинском правлении не стоит. И инфляция подкидывает проблем. Пускай путинские экономисты и рисуют статистику на уровне 7,5 процентов. Харьковчанка Марьяна Швайка 20 лет преподает финансы на экономическом факультете Харьковского национального университета имени Каразина. Практически столько же времени она уделяет развитию семейного бизнеса, небольшой ферме, поворачиванию зерновых. С началом полномасштабного вторжения России в Украину. Работать на земле стало невозможно. Из-за постоянных обстрелов и заминированных полей семья Швайка не смогла собрать урожай. Но аграрии бросили все силы на разминирование. Привлекли зарубежные гранты и таки посеяли ячмень, подсолнечник и кукурузу в этом году. Как Марьяна Швайка совмещает две работы и что говорят о развитии фермерства в ее родном селе? Репортаж Натальи Белокудри. Кандидат экономических наук, финансист Марьяна Швайко обожает учить и учиться. Говорит, с детства рассаживала кукол и проводила им уроки. Когда началась война, она решила не выезжать за пределы Харьковской области, продолжила общаться со студентами. Считает, что онлайн-обучение не снижает уровень их знаний. Мы проводим онлайн-занятия, стараемся использовать новейшие технологии, стараемся заинтересовать студентов. Я считаю, что онлайн-обучение никоим образом не снижает качество тех знаний, которые наши преподаватели предоставляют нашим студентам. И у нас очень много преподавателей, они остались в Украине, в Харькове. И вы видели на входе наш лозунг «Образование, несмотря на войну». Боевые действия застали её в родном селе Довжик, что за 40 километров от границы с Россией. При фронтовом селе живут её родители. Там же находится маленькая ферма Марьяны по выращиванию зерновых культур. С февраля 2022 года Довжик сильно обстреливали. В ангар, где хранилось зерно, прилетела ракета. Осколками чуть не ранила маму девушки. Семья решила выехать в более безопасное место. А когда вернулись, на своей земле насчитали около 40 воронок. Прошлой осенью земля была усыпана минами и снарядами. Весь урожай ячменя погиб, его не смогли собрать. Весной 2023 года девушке удалось привлечь спасателей, поля разминировали. Международные организации помогли с удобрениями и семенами. И вместе с родителями Марьяна вырастила неплохой урожай. Ячменя, подсолнечника, кукуруза и гороха. Сейчас из-под снега уже пробиваются первые ростки озимой пшеницы. Это наша озимая пшеничка. Уже видим, что она пробивается. Ведь жизнь побеждает всегда. Довжик, село Аграриев. Здесь много фермерских хозяйств. Все они сейчас переживают трудности. Цены на удобрения за два года выросли в разы. Проблемы со сбытом. Из-за близости к границе предприниматели не хотят ехать в прифронтовое село. Но никто не бросил свою землю. Каждый гектар в Довжике работает для того, чтобы накормить украинцев. За это время мне приятно наблюдать, что они научились объединяться. Сейчас расплачусь. Они научились объединяться, потому что до этого времени они каждый себе работал. И как там у них получалось, они немного конкурировали между собой. Но на сегодняшний день беда заставила всех объединиться и поехать одной машиной. Загрузить две тонны семян, потом поделить по килограммам и собраться в каком-то дворе вместе. Это, наверное, наша ментальность, наша украинская такая особенность. Объединяться, когда плохо. И объединяться, когда хорошо. Марьяна Швайко стала участницей международной программы по поддержке женщин-фермеров. Научилась поддаваться на гранты. Разработала бизнес-план и получила средства для оборудования цеха по мультипереработке и производству комбикормов от иностранной компании. Уже в новом сезоне Швайко планирует дать работу своим односельчанам и развивать бизнес дальше. Объединяет нас всех в данном временном отрезке, конечно же, информация. Поэтому еще больше новостей ищите в нашем телеграм-канале. Сканируйте код, который сейчас видите на вашем экране. Подписывайтесь и оставайтесь в курсе самых важных новостей. Ну а это были главные события сегодняшнего дня. Далее продолжат анализ этих событий с гостями в нашей студии. Мои коллеги Олег Борисов, Каролина Король. Оставайтесь с Фридом и увидимся завтра.